ПОДМОСКОВИЕ Было зарегистрировано 35 заболевших и установлено 18 предварительных диагнозов. Что касается нашего с вами Аеху-Зуевского городского округа, по состоянию на 23 марта на самоизоляции находится 68 человек. У 22 взрослых взят анализ на выявление коронавируса. Также у двоих детей. Хочу отметить, что на вчерашний день, сегодняшний еще не было обновленной информации, ни одного случая заболевания на территории нашего округа не зарегистрировано. Но основная опасность коронавируса в том, что он распространяется очень быстро. Я думаю, что вы все это прекрасно видите в динамике. Его намного легче подхватить, чем другие вырослые заболевания. И если молодые люди могут перенести заболевания на ногах и даже не знать, что они являются носителями, то люди старшего возраста – это особая группа риска. Поэтому наша главная цель на сегодня – издержать распространение этой инфекции. Наш губернатор Андреевич Воробьев принял ряд новых мер против распространения коронавирусной инфекции. Жителям нашего региона старше 65 лет, а также людям, имеющим хронические заболевания, необходимо с 26 марта до 14 апреля оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Гулять и дышать свежим воздухом можно и даже нужно. Но только не в общественных местах. А вот выходить в аптеку или магазин, рынки, в общем-то, в места с массовым скоплением людей прошу вас только в крайнем случае. Пусть лучший продукт и лекарство доставят родные, близкие, также на готове наша социальная служба, служба социальной защиты, также ребята-волонтеры, с которыми я вчера проводил встречу буквально с конца прошлой недели, также активно ведут эту работу, помогают одиноко проживающим людям, входящим как раз в эту группу риска. Работа по обзвоне нуждающихся и доставке правительственных наборов уже организована аж с 20 марта. Только за минувшие выходные волонтеры вместе со службой социальной защиты адресно доставили более 160 посылок нашим пенсионерам. Спасибо волонтерскому корпусу и управлению соцзащитой. По поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева пожилым людям будет предусмотрена выплата в размере 3000 рублей, половина из которых, как вчера сказал губернатор, будет направлена уже на этой неделе, соответственно до конца недели, в начале следующей, ее можно будет увидеть. И это считается как бы авансом, да, а вторая половина после того, как период самоизоляции завершится, то есть после 14 апреля. С 26 марта, чтобы оградить школьников и не допустить их прогулок в людных местах, дети, начиная с 5 класса по возрасту и старше, не смогут воспользоваться правом на льготный проезд. Действия их единой транспортной карты будут приостановлены до 14 апреля. Это сделано для того, чтобы на период дистанционного обучения дети как можно меньше посещали места массового скопления, в том числе торговые центры и другие многолюдные места. Дети, которые имеют право на бесплатное питание в школах и сегодня находятся на дистанционном обучении, смогут получить продуктовые наборы. В настоящее время обсуждается состав набора, способ его закупки и доставки. Нам необходимо будет буквально сегодня принять все необходимые решения, Ирина Борисовна, Светлана Михайловна в части финансирования, по закупке. Учитывая текущую ситуацию, это можно будет сделать оперативно, без проведения соответствующих процедур, единым поставщиком. Важно будет организовать таким образом, чтобы родители смогли, исходя из перечня продуктов, который будет спущен нам из Министерства образования, согласовать его с Роспотребнадзором, и посмотреть, исходя из того набора, так называемого, сухого пайка, который будет определен, посмотреть на максимально долгий период, чтобы избежать лишних контактов. Выдачу продуктов необходимо будет делать в школах, в руки родителям или законным представителям детей, ни в коем случае, чтобы дети за этим не приходили, с оформлением соответствующих документов фиксации приемка-передач этих наборов. Назначать время, я прошу, всю эту информацию, которую мы с вами должны будем сегодня до конца дня определить по порядку выдачи набора продуктов, нужно будет распространить максимально быстро директорами школ через родительские чаты, которые есть, тех родителей, которых нет в этих чатах, соответственно, через телефонные звонки либо по другим средствам коммуникации, которые уже выстроены были до этого, и, соответственно, определить время выдачи таким образом, чтобы более 12 человек не собирались одновременно в одном месте. Соответственно, если кто-то пришел вне графика, ожидает на улице до тех пор, пока помещение не будет освобождено и проветрено. Это очень важно. Значит, подробнее о переходе на дистанционное обучение, прошу вас, Ирина Борисовна, сделать небольшой, в общем-то, доклад. Вчера был у нас уже первый день, сегодня второй. Хочу понять, насколько, в общем-то, быстро смогли разобраться, в первую очередь, в этом преподаватели. Дети, они схватывают быстро все это дело, новые технологии. В общем-то, какой у нас процент вовлеченности, и кто остается у нас на обучении все-таки в школе на сегодняшний день? Пожалуйста. Добрый день, Геннадий Олегович, добрый день, коллеги. Ну, я начну чуть-чуть с предыстории, что еще до введения режима повышенной готовности Ежедневный утренний эффект и наблюдение за заболеваемостью детей было организовано каждым образовательным учреждением. Можно дальше? В школах, где заболеваемость превышала 20%, были остановлены на карантин. Это единственная школа в городском округе Орехово-Зуево, шестая школа, и некоторые классы, которые ушли на карантин. Это 18-я школа, 17-я школа, 1-я, 16-я, 22-я, 7-я. С 20-го числа детский сад номер 22 в Губино были сейчас закрыты на карантин две группы. Количество заболевших детей превысилось в 20%. На основании постановления губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева 12 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности и приказа министра образования о проведении дополнительных санитарно-эпидемиологических новок 16 марта был введен режим свободного посещения. По заявлению родителей, ребенок оставался дома. В детских садах в первые дни количество детей, находящихся на свободном посещении, составляло 4-6%. На сегодняшний день количество детей в детских садах на свободном посещении превышает 35%. Такая динамика объясняется разъяснительной работой воспитателей и, наверное, тем, что старшие братья и сестры детей перешли кто на каникулы, кто на удаленную форму обучения. Для детей сотрудников были организованы утренние фильтры. Измерение температуры бесконтактными градусами и состоянием детей и взрослых осуществлялся контроль в течение всего дня. Дети с повышенной температурой и признаками заболевания в детские учреждения не допускались. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора проводились интерные генемические мероприятия. Они проводятся и сейчас. В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 16 марта с 21 марта по 12 апреля включительно была приостановлена посещаемость обучающихся муниципальными общеобразовательными учреждениями. В целях обеспечения реализации полного объема образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом был рекомендован переход на дистанционное обучение. Возможности дистанционного обучения заложено в российском законодательстве. Мы перешли на дистант еще 4 года назад, отказавшись от бумажных дневников и бумажных журналов. Через школьный портал дети получают домашние задания, родители видят оценки и имеется возможность общаться как родителям, так и учащимся с учителями. В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 23 марта по 12 апреля введен дистант для школьников в Подмосковье во всех образовательных учреждениях. При этом хочу отметить, что плановые каникулы сохраняются и на время каникул дистанционное образование не будет. 23 марта учащиеся в присоединенных школах бывшего Литина Дулева на каникулах, поэтому дистанта в настоящее время у них нет, он начнется с 1 апреля. Школьники городского округа Орехова-Зуева на дистанте с 23 марта по 5 апреля. С 6 апреля у них начнутся плановые каникулы. Для учащихся первых и четвертых классов организованы группы присмотра и ухода. Не более 12 человек в одной группе. Уроки в это время в этих группах не ведутся. Образовательная организация информирует учащихся и родителей о переходе на дистанционное обучение на сайтах школах или в чатах родителей и учителей. Учащимся Министерство образования предлагает работать на двух платформах. Это Фоксворт и Физикон. Образовательный портал Физикон связан непосредственно со школьным порталом и не требует специальной регистрации. Работа там ведется на страничке домашнего задания онлайн. И начата она с момента введения режима свободного посещения. За период с 16 по 22 марта нашими учителями городского округа было направлено детям 1054 работы для выполнения. Домашние задания оцениваются учителями и они синхронно переносятся в школьный портал. С платформой Фоксворт дети были знакомы еще в октябре и ноябре прошлого года. Это те дети, которые принимали участие в Олимпиадах и были приглашены на региональный этап, занимались на Фоксворде. В настоящее время данная платформа расширена онлайн-уроками и тестовыми заданиями. Мы организовали дистант не только на этих двух платформах, но и на других. Это Учу.ру, это Яндекс.Люцей, КАЛП, это Решу.Г, Решу.ЕГ и платформа ЗУМ. Я хочу сказать, что дети не на каникулах. Дети на действительно дистантном образовании. И работа эта достаточно сложная. Если в первой половине дня ребенок просматривает лекции, либо онлайн-уроки, которые организованы сейчас на многих школах, то вторая часть у него идет самостоятельная подготовка. Это выполнение домашних заданий, сканирование их, либо прикрепление в любой другой форме. Это и контакты, это и одноклассники, это и любые вайбер, ватсап и другие мессенджеры, которые есть. И хочется сказать большое спасибо директорам, тем, кто организовали работу. Еще на прошлой неделе составили расписание так, что учителя проводят онлайн-уроки, но в основном на параллели, потому что большой охват, через скайп, либо через ЗУМ, потому что проведя уроки первой половины дня, вторую половину дня они отвечают на вопросы учащихся и проверяют домашние задания. Я хочу сказать, что основная проблема образования, по данным ученых, это сейчас мотивация, мотивация и учащихся, и учителей, и родителей. И вот для нас вчерашний день был показателем и удивителем тем, что многие родители принимают участие, активное участие в образовании детей. Даже те вопросы, которые учитель пытается объяснить, родители подхватывают и говорят, ну, сынок, я тебе это самое расскажу, сиди спокойно. То есть вот на такое же вы общение. Ну, это, на мой взгляд, очень такой положительный пример. Для учащихся первого и четвертого класса пока на Фоксфорде занятий нет. Что мы делаем? Учащийся, кто имеет такую возможность, получает информацию через школьный портал с прикреплением заданий. Здесь я прошу родителей помочь обратную связь. Ребенок сделает домашнее задание, помочь ему отсканировать и прикрепить к школьному порталу. Учитель проверяет и отвечает на вопросы учащихся. То, что сейчас все образование перешло на дистант, это, наверное, трудный вопрос, но он открывает некоторые возможности для персонализированного образования, для того, чтобы каждый ребенок учился в своем темпе и получал ту информацию, которая ему необходима. А для выпускников девятых и одиннадцатых классов это прекрасная возможность, ну, наверное, уменьшить свои дефициты знаний в тех вопросах, в которых они еще не совсем разобрались. Хочу еще отметить, Геннадий Олегович, что в связи с введением карантина досрочная сдача ОГЭ и ОГЭ пересена на более поздние сроки. Каким образом Вы проинформировали об этом родителей? Родители были проинформированы через школьный портал. Министерство образования нам рекомендовало форму оповещения родителей. Я ее отправила директорам, те, в свою очередь, родителям и учащимся. Хорошо, то есть они об этом уже как бы знают? Да. Хорошо, потому что это сегодня, наверное, самый главный вопрос, потому что если даже затянется распространение этой инфекции, то ребята, которые не оканчивают в этом году школу, то есть есть всегда возможность нагнать это и в следующие периоды, да, и, не знаю, там будет ли рассматриваться вопрос переноса на летний период продолжения учебы, чтобы, в общем-то, не отстать от школьной программы. Но вопрос окончания 9-го класса и сдачи ЕГЭ, выпускных, там, 11-й класс, он стоит остро, я думаю, что он, как бы, вот это вот добавляет несколько переживаний, да, в связи с этой инфекцией. Поэтому нужно, как бы, объяснить, чтобы люди, в общем-то, спокойно занимались образованием, а не тратили свои, там, нервы, вот эти переживания. Ирина Борисовна, мы прекрасно понимаем, что не каждая семья Орехово-Зуевского городского округа имеет компьютер, не каждая, может быть, семья еще и имеет устойчивую интернет-связь для того, чтобы работать на этих платформах. Какая альтернатива для, собственно, этих детей, я хочу, чтобы вот отдельно это проговорили, потому что мы этот вопрос не хотели затаивать, мы его специально, в общем-то, подняли наружу и хотим, чтобы, в общем-то, вопросы снять максимально в вашем докладе и минимизировать те вопросы, которые будут поступать после нашего эфира с вами сегодняшнего дня. Для тех детей, кто не имеет технической возможности проходить через дистант обучения, учителя спланировали работу так, что они получили задание на те две недели, которые не находятся дома. Третья неделя паникулярная, сейчас она в районе бывшем, 6 апреля в городе. И уже посредством либо телефонного общения, либо лично, ну, в деревнях это сложно сделать, потому что расстояние далекое, значит, либо посредством телефонного общения они сообщают учителю о том, что они сделали. Либо, приходя в школу после снятия дистанта, они будут лично подходить к учителю, и учителю просматривать то, что ребенок сделает. Понятно. И, значит, просьба, все-таки, когда дети ходили каждый день в школу, мы понимали, что они живо-здоровые, мы видели их, в общем-то, и состояние внешнего здоровья, которое можно определить. Я прошу, что те дети, которые сегодня не выходят, скажем так, на эту онлайн-связь обучения, нужно продумать с директорами школ, все равно некий контроль со стороны классного руководителя за состоянием ребенка, тем более в это непростое время, нужно каким-то образом, через какие-то средства коммуникацию установить. Если даже, например, в какой-то деревне нет связи, телефонный, то есть соседи, есть еще что-то, я думаю, что все равно они же связываются с каким-то образом. То есть вот это нужно обязательно сделать. Хорошо. Спасибо, Ирина Борисовна. Коллеги, есть к Ирине Борисовне у кого вопросы? Потому что тема долгая достаточно для нас. Значит, Ирина Борисовна, я что попрошу, Александр Сергеевич, давайте организуем сегодня-завтра, надо посмотреть, сейчас, может быть, еще день-два подождать, накопятся какие-то, вылезут вопросы, что называется, и организовать, может быть, интервью Ирины Борисовны и на радио, и подумать через социальные сети, провести эфир. Вот, подумайте через наши странички в социальных сетях, или, может быть, через странички наших партнеров, у которых, ну, надо определить, где как можно больше подписчиков, возможно, помимо радио, через социальные сети сделать, там, я не знаю, часовой какой-нибудь прямой эфир с ответами на вопросы руководителя управления образованием. Ирина Борисовна, еще я размещала в Инстаграм горячая линия по всем вопросам, это телефон управления образованием 22, да, 4, 16. По всем вопросам обращаются туда. Это тоже нужно разместить, но, пожалуйста, сегодня, вдруг второй день, еще сейчас какие-то вопросы могут вылезти на ложу, где-нибудь там завтра, послезавтра, в какое-нибудь вечернее время, удобное для родителей, то есть нужно вам определиться, пару дней дать анонс, и, я не знаю, там, часов на 6 вечера, когда уже дома родители собираются, чтобы вывести в прямой эфир уже, и пора, и посмотрите, когда тоже вечернее время, вот, но нужно сделать хороший анонс, качественный анонс, чтобы максимальный охват сделать. Хорошо? Спасибо. Следующая, также не менее важная тема, о режиме работы наших учреждений, культуры, молодежи, спорта и физической культуры. Пожалуйста. Добрый день, Геннадий Олегович, уважаемые коллеги. В соответствии с постановлением губернатора Московской области и на основании писем Министерства спорта Российской Федерации распоряжения Министерства культуры Московской области в Орехово-Зуковском городском округе на настоящий момент действует запрет до 10 апреля включительно на проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. В соответствии с распоряжением Министерства культуры в муниципальных учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования установлен следующий режим работы учреждений. С 18 марта до 12 апреля включительно приостановлен допуск в музеи, муниципальные кинотеатры и библиотеки. С 21 марта по 12 апреля приостановлены посещения учащимися муниципальных учреждений дополнительного образования, учреждений спорта и физической культуры. С 21 марта по 12 апреля приостановлена работа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях. Чтобы защитить наше старшее поколение, занятия в рамках проекта «Активное долголетие» также приостановлены. С 23 марта в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Московской области прекращен допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры и во все объекты физической культуры и спорта вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационной правовой формы. Надо сказать, что всеми учреждениями и культуры, и спорта молодежи разработаны и внедрены с 21 марта новые интерактивные онлайн-программы, экскурсии, лекции, мастер-классы и даже онлайн-показы спектаклей. Тренерским составом учреждения спорта также разработаны и опубликованы программы с онлайн-тренировками и видеоуроками по каждому виду спорта для организации работы с обучающимися. Кроме этого, для восполнения культурного голода людей, которые из соображений безопасности сейчас находятся дома, мы активно анонсируем возможность посещать многие музеи мира онлайн, смотреть онлайн-трансляции мировых спектаклей, балеты, оперы, которые были отменены. Это Эрмитаж и Метрополитен опера, Венская опера, чудесный наш Большой театр, экскурсии по Третьяковской галереи и Лувру. Хотелось бы познакомить с теми программами, которые уже разработаны и опубликованы на интернет-площадках наших учреждений культуры и спорта. Это творческие и культурные каникулы Одесских школ искусств Орехово-Зойского городского округа. Это активнейшие программы, которые организованы по каждому направлению школы искусств. Это экскурсии онлайн наших музеев. Также, как я сказала, анонсируем экскурсии онлайн мировых музеев. Организовано множество фотоконкурсов онлайн, музыкальных онлайн-викторин, для того, чтобы дети могли из дома тоже очень интересно организовать свой досуг. Так как муниципальный кинотеатр сейчас тоже закрыт, совместно с Моису Булкино, сейчас начата неделя детского кино. Это в свободном доступе идут показы детского кино. Кроме этого, всеми учреждениями культуры разработаны видеоуроки и мастер-классы в соответствии с тем учебным процессом, который продолжается. Потому что учебный процесс не может быть приостановлен точно так же, как и в учреждениях образования. Нашими учреждениями разработаны онлайн-возможность обучения по тому направлению, по которому они обучались в учреждениях культуры. Ну и кроме этого, спорт у нас тоже не отстает. Спортивные челленджи «Живу спортом дома». Нашими учреждениями спорта были записаны и опубликованы тренировки от ведущих тренеров, для того, чтобы дети также занимались спортом, в том числе и дома. Мы очень надеемся, что все будут здоровы и по окончанию вынужденного нахождения дома всем активно включатся в продолжение образовательного процесса в наших учреждениях. Спасибо, Виктория Александровна. Коллеги, есть у кого вопросы? Нет? Далее, о доступности товаров и продовольствия в сетях розничной торговли на территории нашего Орехово-Зуйского округа. Анастасия Николаевна, пожалуйста. Тоже одна из тревожных тем по началу наша тревога людей, понятная, плюс ментальность, она, в общем-то, все вкупе дала серьезные проблемы с отсутствием некоторых видов товаров на полках, магазинах. Какая ситуация на сегодняшний день? В связи с тем, что с 13 марта 2020 года в объектах торговли был зафиксирован повышенный спрос на ряд продовольственных товаров, по поручению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области организован мониторинг наличия в торговой сети Орехово-Зуйского городского округа продовольственных и промышленных товаров первой необходимости. Для проведения мониторинга был определен перечень объектов торговли, в нем включены 127 сетевых компаний, расположенных в городах и других населениях. Семнадцатого марта мониторинг организован в ежедневном режиме, участие в нем принимают сотрудники отдела развития потребительского рынка и сотрудники территориальных управлений и отделов администрации городского округа. Работу Министерство получило организовать в ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни. Для этой цели было разработано мобильное приложение, в котором учитываются наличие товаров на полках, а также минимальные цены на товары и их остатки в торговом зале. Информация в онлайн режиме направляется в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и учитывается им при организации работы с сетевыми компаниями Подмосковья для решения вопросов с поставками товаров и проблем с логистикой в торговых сетях. По результатам мониторинга установлено, что в связи с повышенным спросом в ряде магазинов быстро раскупаются гречневая крупа, сахарный песок, рис и мука, несмотря на то, что поставки данных товаров осуществляются в увеличенных объемах. Вместе с тем, по информации полученной от представителей сетевых компаний, товары подвозят и по ночам, и в дневное время. В торговых залах в связи с большими объемами, вот мы видим на слайдах, размещают в палетах. Мы сделали подборку фотоматериалов по итогам вчерашнего мониторинга, отразили размещение, наличие товаров в торговых сетях пятерочка, магнит, дипсы. В какое время вы фотографируете? Мы фотографируем с утра до 18 часов дня. 127 объектов по всему Орехово-Зубскому городскому городу. Почему мне люди присылают фотографии с пустыни полков? Они что, рисуют что ли? Если в одном магазине какого-то товара нет, соответственно, в другом магазине такой товар есть. Проблемы на сегодняшний день испытывает Ашан. Действительно, там есть проблемы с поставками. Лучшая ситуация обстоит в пятерочках. Лучшая ситуация вот эта фотография магазина, да, дикси. То есть товары приходят, причем размещаются они в залах, в палетах. То есть из-за того, что их привозят больше, да, чем обычные? Больше. Вот по той информации, которую представил один из руководителей сетевых компаний, если ранее автозаказ, который был установлен в сетевых магазинах Попа-Гречки, например, в одном из крупнейших магазинов города, составлял 30 килограмм в неделю, то сейчас перешли на заказ 230 килограмм в день. То есть фото раскупается в связи с тем, что вот спрос, как называют их в Министерстве, коллекционеры Гречки. Понятно. А у них что, срок годности, что ли, нет? Ну, срок годности, в основном, зависит от условий хранения, самое важное. Если условия не надлежащие, сами понимаете, что качество товаров может действительно ухудшиться. По остальным продовольственным товарам повышенного спроса нет. Товары представлены в продаже в обычном широком ассортименте. Это и овощи, и фрукты, и мясная продукция. А на рынках как? Ну, вот последние слайды. Это Феникс. Вот вы видите, представлены. Это фотографии сделаны вчера. Это Минеком. Работаем в ежедневном режиме. Хотел бы очень поблагодарить сотрудников территориальных управлений отделов за ту помощь, которую они нам оказывают. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как у нас на самом деле дела в строительном числе? Ну, мы мониторим, получается, с 9 где-то, плюс 9 сантиметров. Ну, вы скажите, вы же, что называется, на острие с самого начала. Когда были там сложные времена, а сейчас изменилась ситуация, не изменилась? Ну, нам... Ну, она ситуация такая ровная. Не скажу, чтобы она была прям вот очень идеальной. То есть, вот, наличие все товары, ну, первой необходимости, 5 продуктов, которых мы мониторим в обязательном порядке. Есть магазины, где полки пустые, но придя, например, уже вечером, то есть, товары эти появляются. Ну, такой вот сезон, ну, как сказать. Завозят в течение дня. Да, такое. Ну, все, по секунду. Ну, в общем, в течение дня все равно появляются, да, товары? Да, да, да. То есть, такого, что товара нет вообще в магазинах, такого нет. Ну, а вы там, скажем так, на острие людей постоянно видите, сами по магазинам ходите, люди вас, я думаю, что знают, подходят. То есть, людей там тревожит то, что в данный момент нет какого-то продукта, а вечером он там появляется, или, наоборот, вечером нет, утром появляется. То есть, какая-то паника, вы ее чувствуете? Нет, паники как таковой нет, но люди, они все разные, да, некоторые, конечно, негативно, то есть, в той работе, которую мы проводим, когда проводим мониторах, да, то есть, по-разному. А так, в основном, люди с пониманием относятся, и я думаю, что паники в городе нет, и официально, в отделку, а в таком. Хорошо, спасибо, присаживайтесь. Коллеги, есть вопросы к Анастасии Николаевне? Нет. Анастасия Николаевна, спасибо, присаживайтесь. Я думаю, что жители нашего округа должны понимать, для чего эту работу проводит и торговый наш отдел, и, значит, наши территориальные отделы, как раз для того, чтобы мониторить ситуацию, направлять данные в Министерство сельского хозяйства, которое находится всегда, в общем-то, в переговорах с сетевыми магазинами, непосредственно со складскими комплексами, с производителями тех или иных продуктов, для того, чтобы они, в общем-то, быстро реагировали на изменяющийся спрос, потому что, как докладывал на нашем внутреннем селекторе губернатору, министр, значит, сельского хозяйства, о том, что, в общем-то, вот с этими товарами, на которые сейчас повышен спрос, проблем никаких нет. Они все есть, вопрос только в том, что из доклада Анастасии Николаевны мы слышим, что спрос вырос, там, чуть ли не в десятки, получается, раз, да, исходя тех цифр, которые вы сказали, и, конечно, нужно было магазинам, да, предпринимателям перестроить свою логистику, значит, там, привлечь дополнительные силы транспортных компаний, вот, но я думаю, что проблема была не в сегодняшнем у людей потреблении, а проблема была в неком там накоплении, в переживаниях на какое-то перспективное там будущее, только в этом вопросе. Но сейчас, я думаю, что ситуация действительно будет исправляться, тем не менее, работу нужно продолжать. И далее, значит, итоги деятельности администрации Эхузуевского округа в области муниципального земельного контроля. Елена Владимировна. Хотелось бы сегодня довести до вас итоги деятельности администрации в области земельного контроля за 2019 год. Все мы понимаем, что земля — это природный ресурс, потребляемый, другой у нас земли не будет, и поэтому для того, чтобы беречь ее и сохранять, большое внимание уделяется работе муниципального земельного контроля. Следующий фактор. Работа муниципального земельного контроля строго регламентирована. Как вы видите на слайде, слишком много законов и подзаконных актов, которые регламентируют данную работу. Самое главное — выявить нарушение, предупредить и пресечь его. Вот это цель муниципального земельного контроля. Следующий фактор. Объектом муниципального земельного контроля является вся территория Орехово-Зуевского городского округа, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Контрольные мероприятия предполагают плановые проверки. Они проводятся в соответствии с утвержденным администрацией планом в отношении физических и юридических лиц. Внеплановых проверок, которые проводятся по обращениям, поступившим в администрацию, проверок исполнения предписаний, большую часть которых составляет работу муниципального земельного контроля, и плановых рейдовых осмотров. Это в основном по заданию умерения область имущества, которые позволяют выявить правонарушения в этой области для дальнейшего проведения плановых проверок. Особое внимание уделяется проверкам земель сельхозназначением. Сейчас больше, так скажем, внимания уделяется выявлению борщевика Сосновского. На землях населенных пунктов это на предмет самоуленного захвата и использования земель непоназначения. В 2019 году на территории Орехово-Зуевского городского округа проведено 111 плановых проверок, 281 проверка использования и исполнения предписаний, рейдовые осмотры, 485 рейдовых осмотров и внеплановые выездные проверки, 147 земельным участком. Всего за 2019 год проведено 1024 контрольных мероприятий. Следующий. В 2019 году при содействии Минимущества и Мингосуправления плановые рейдовые осмотры земельных участков проводились с использованием мобильного приложения проверки Подмосковья. Это единая система, которая помогает проводить проверки более качественно. Работа заключается в следующем. В мобильном приложении есть опросник, который по всем пунктам заполняется, и по результатам уже мы видим готовый акт, который направляется в мобильную систему. Данная система помогает также при рассмотрении жалоб, которые поступают и от губернатора, и от жителей. Большая помощь оказывается в связи с этим приложением. И если в 2019 году это приложение использовалось только для рейдовых осмотров, то уже в 2020 году с помощью этого приложения будут проводиться все проверки. следующее число. Таким образом, если мы посмотрим на результаты проведенных контрольных мероприятий, в 2019 году выявлено нарушение на 157 участках населенных пунктов, что составляет 76 проверенных участков. И на 204 участках земель сельхозназначение – это 73% нарушений от проверенных, то есть процент нарушений высок. На землях населенных пунктов наиболее часто встречающиеся нарушения относятся к самовольным занятиям земельных участков, реже использования не по целевому назначению. На землях сельхозназначение нарушение выражается в неиспользовании земельных участков в целях предусмотренных для сельского хозяйства. Следующий слайд. Особое внимание уделяется и правительству Московской области, в частности, проверка земель сельхозназначения. Земли сельхозугодий правильно использовать для выпаса скота, возделывания пашек, выращивания всевозможных культур, сенокошения. Собственники, в свою очередь, обязаны использовать эти земли в полном соответствии с их целевым статусом, заботиться о сохранении плодородия земельных участков и проводить для этого все необходимые агрокультурные мероприятия. Однако площадь земель, которую не используется в собственных целях сельхозназначения, выявленном в 2019 году, составляет 5329 гектаров. Следующее слайд. Для достижения результативности с 2019 года выездные проверки с целью выявления самовольно занятых земельных участков осуществляются с привлечением муниципального бюджетного учреждения службы земельно-имущественного комплекса. В связи с тем, что кадастровые инженеры обеспечены высокотехнологичным оборудованием, это позволяет определить точную конфигурацию земельного участка и, соответственно, правильно составить акты. Это большое подспорье для работы земельного контроля. За отчетный период в орган государственного земельного надзора, это управление Росреестра по Московской области и управление Россельхозназора, направлено 294 материала проверок для рассмотрения и привлечения к административной ответственности. Всего в течение 2019 года 80 лиц привлечены к административной ответственности. Сумма штрафа составила более 500 тысяч рублей. Также на рассмотрении находятся еще 6 материалов проверок в отношении юридических лиц. На общую сумму штрафа не менее 600 тысяч рублей. Таким образом, сумма штрафа составит более 1 миллиона рублей. На основании статьи 16.5 Кодекса Московской области об административных правонарушениях в 2019 году муниципальными земельными инспекторами составлены в отношении 116 лиц протокола об административном нарушении по статье 19.5, то есть неисполнение установленного срока законного предписания должностного лица. В отношении 28 лиц протокола об административном нарушении этого спрепятствия незаконной деятельности должностного лица мировым судом лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 18 на тысячу рублей. Кроме того, у Агрикона, участки которого выявлено произрастания опасного сорняка борщевика Сосновского, данное предприятие привлечено к штрафу в размере 150 тысяч рублей. Важно, что начиная с 2020 года внесли изменения в бюджетный кодекс и все штрафы теперь поступают в бюджет органов местного самоуправления. По результатам проверок предписаний 81 лицо устранило нарушение, то есть ввели в оборот земельные участки и сельхозное значение оформили с самовольно занятой земельной участки. Следующее. С целью предупреждения нарушений земельного законодательства органы муниципального земельного контроля ежегодно разрабатывают программу профилактики, проводят профилактику нарушений путем публикации в средствах массовой информации, также даются консультации непосредственно при обращении. Следующий слайд. По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел земельного контроля комитета по управлению имуществом четвертый этаж, кабинет 438, телефон 412-11-44. До окончания карантина лучше по телефону. Да, и по поводу коронавируса в Министерстве имущественных отношений принято решение приостановить проверки до 1 мая 2020 года, потому что проверки, они предполагают непосредственно контакт с заявителем, но тем не менее они увеличили количество рейдовых осмотров, которые можно проводить без, так скажем, взаимодействия с проверяющим лицом, но тем не менее. Хорошо, спасибо. Владимир, присаживайтесь. Следующий вопрос. Особенности получения разрешительной документации при индивидуальном жилищном строительстве. Были изменения определенные, да, и я считаю, что необходимо о них, в общем-то, сообщить. Пожалуйста. Добрый день, Геннадий Олегович, коллеги жители Орехово-Зульского городского округа. С началом весны у нас открывается строительный сезон в индивидуальном садовом строительстве. Многие собственники задумываются о том, чтобы построить, создать какую-то постройку на своем земельном участке. Поэтому, считаю, необходимо напомнить о тех документах, которые должны быть оформлены до начала и после окончания строительства, чтобы застройщик имел возможность безболезненно зарегистрировать свою постройку. Прежде всего, что законодательство нам определяет под понятием самим объект индивидуального жилищного строительства. Это, прежде всего, отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трех, высота его не более 20 метров, состоит она из комнат, помещений вспомогательного использования и основного использования, и предназначена для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. Особо обращаем внимание, объект индивидуального жилищного строительства не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. То есть он не может по желанию собственника потом быть разделен. Иногда бывают случаи, когда граждане обращаются к нам с заявлениями о том, что они планируют строительство одного дома на две семьи с двумя отдельными входами. Этот случай уже не индивидуальная жилая застройка, а блокированная застройка. В данном случае застройщику необходимо изменить, прежде всего, вид разрешенного использования земельного участка и за разрешением на строительство обращаться в Министерство жилищной политики Московской области. Садовый дом – это нам трактует понятие, что здание для сезонного, то есть предназначенное для удовлетворения граждан бытовых и иных нужд, связанных с временным пребыванием в таком здании. С 4 августа 2018 года в связи с несением изменений в Градостроительный кодекс РФ действует уведомительный порядок строительства объектов индивидуального жилищного строительства, в связи с чем Министерством жилищной политики Московской области были разработаны новые государственные услуги. Эти государственные услуги до начала строительства – получение застройщикам уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным параметром и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Очень сложное и длинное название. Многие, по привычке, заходя на портал государственных услуг, ищут именно эту услугу через разрешение на строительство, но мы рекомендуем, чтобы они указывали основными ключевыми словами это уведомление о соответствии. Тогда быстрее можно найти эту услугу. А после окончания строительства застройщик подает уведомление о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома. Что означает собой удовлетворительный порядок? Это значит, что застройщик земельного участка путем подачи уведомлений информирует администрацию городского округа о том, что он планирует построить. То есть не получает разрешение, а информирует. А уже администрация производит проверку поданного уведомления на соответствие предельно допустимым параметрам строительства, виду разрешенного использования и сообщает, может ли застройщик построить именно такой объект на своем земельном участке. Услуга предоставляется в электронном виде через портал государственных услуг. Если заявитель не имеет в своем распоряжении техники для подачи такого уведомления, то такие уведомления могут подаваться через МФЦ. Там организованы рабочие места, установлен принтер, скан, само рабочее место, куда заявитель может обратиться. И сотрудники МФЦ также оказывают помощь в подаче этого заявления. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Срок оказания услуги – 5 дней. Здесь у нас приведена статистика по оказанным услугам. Вы видите, что с каждым годом подача этих уведомлений растет. Надо отметить, что в 2019 году, в прошедшем году, доля объема ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства составила 85% от общего ввода в эксплуатацию. По количеству вы имеете в виду, да? Да. При проверке поступивших уведомлений застройщики зачастую допускают ошибки. И в целях избежания таких ошибок мы очень просим обратить внимание, чтобы у нас не было большой доли отказов или недопониманий в какой-то степени. Поэтому наиболее распространенным является то, что застройщики указывают при размещении жилого дома расстояние менее чем в трех метрах от границ земельного участка. Это недопустимо. У нас в соответствии с утвержденными правилами землепользования застройки для земельных участков с видом распространения использования индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство, введение садоводства установлены следующие градостроительные регламенты. Минимальные отступы должны быть не менее трех метров. Максимальная этажность – три надземных этажа. Максимальный процент застройки – 40%. Бывает так, что заявитель очень настаивает на отклонениях от постановленных параметров. Это может быть вызвано и сложной конфигурацией земельных участков. Для этого заявитель может получить соответствующее разрешение на отклонение предельных допустимых параметров, обратившись за государственной услугой. Предоставление разрешения на отклонение предельных параметров разрешенного строительства. Услуга оказывается комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области. И заявление на оказание такой услуги можно также подать через портал государственных муниципальных услуг Московской области. Вторая часто встречающаяся ошибка – это подача удавнений в отношении земельного участка, у которого не установлены границы. Бывает так, что граждане прикладывают либо какие-то схемы, которые им выдавались при предоставлении земельного участка. Но, однако, эти схемы – это не значит, что границы земельного участка установлены. Поэтому мы рекомендуем застройщикам, прежде чем подавать такое заявление, убедиться, что границы все-таки поставлены на кадастровый учет, чтобы не получить отказы в услуге. Это можно сделать очень просто – зайти на сайт «Публичная кадастровая карта Московской области», набрать в поисковой строке кадастровый номер своего земельного участка. И если границы установлены, то они отображаются просто красными линиями. Вы их всегда увидите. Следующая ошибка – это несоответствие планированному к строительству объекта, установленному в виду разрешенного использования земельного участка. Это когда вид земельного участка не соответствует. Он должен, значит, вид должен быть либо для индивидуального жилищного строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства, либо ведения садоводства. У многих прошу обратить внимание, особенно, когда обращаются за строительством садового дома, у них написано просто «садоводство». Садоводство подразумевает собой посадку каких-то садов, плодовых деревьев. А вот ведение садоводства – это уже позволяет построить садовый домик. И также у нас бывает то, что некорректно, прошу, это самая, может быть, и даже распространенная ошибка, некорректно заполняют заявления, удоведомления, которые подают. Не надо нам рисовать проекты домов в разрезе. Некоторые рисуют заборчики, цветочки, как это все будет. Для нас достаточно только план. План, то есть должен быть схематично указано, какой конфигурации будет ваш дом. И от наиболее выступающих частей указать размеры до границы земельного участка. И желательно параметры этого дома, чтобы мы могли сверить процент застройки. Вот поэтому мы приводим пример правильного и неправильного заполнения, с которого сложно понять, что здесь дом, что земельный участок. Теперь вернемся еще к ограничениям, которые существуют по использованию земельного участка. Они могут быть, эти ограничения связаны с тем, что участок может находиться либо в охранной зоне объекта культурного наследия, либо участок находится в водоохранной зоне какого-либо водного объекта. Участок могут пересекать земли госли с фонда сельские леса. Участок может быть расположен в зоне планируемого строительства, либо реконструкции объекта транспортной инфраструктуры. В данном случае необходимо, и мы, когда видим, что есть такие обременения и ограничения, мы прикладываем к уведомлению памятку, что гражданин до начала строительства должен обратиться в соответствующие ведомства. Я не буду их перечислять, они все здесь представлены на слайде, ссылочки указываются также. А как узнать о таких действующих ограничениях? Это просто. Застройщик может сделать это самостоятельно путем получения государственной услуги подготовки и регистрации градостроительных планов земельных участков. Эта услуга предоставляется через портал государственных услуг, она предоставляется бесплатно, срок ее предоставления 21 день. Застройщик, уже получая градостроительный план земельного участка, может увидеть и зону допустимого строительства, и в каких пределах, параметрах он может построить, и какие есть ограничения. Если вы не хотите ждать 21 день, то вы можете самостоятельно, используя открытые источники информации, например, в геопортал Подмосковья, зайдя по ссылке в режиме онлайн, набрав кадастровый номер своего земельного участка, посмотреть, какие ограничения есть по вашему участку. После того, как строительство и реконструкция объекта завершены, застройщику необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана на построенное здание. Как только технический план будет готов, вы подаете уведомление уже о соответствии построенного или реконструированного дома, индивидуального жилищного строительства или садового дома требований в законодательстве о градостроительной деятельности. Обращаем внимание, что именно подается технический план, потому что некоторые изъявители подают технические паспорта. Технический план является обязательным документом, который застройщик должен представить самостоятельно. Отказы вы можете получить только в том случае, что если дом будет построен с нарушениями от границ, то есть расстояние от построенного строения до границ будет составлять менее трех метров, если у вас будет нарушен процент застройки, либо превышенная этажность. Ну и, соответственно, если вы не получили заключение от тех организаций и учреждений, в отношении которых есть ограничения по использованию земельного участка. Обращаем особое внимание для владельцев садовых домов и тех, кто планирует построить садовый дом. В соответствии с частью 2 статьи 5 федерального закона от 2 августа 2019 года продлена так называемая дачная амнистия. Она продлена до 1 марта 2021 года. Поэтому допускается при осуществлении государственного кадастра учета и регистрации прав на садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражданами садоводства, только на основании технического плана и правоустанавливающей документы на земельный участок, то есть по декларации. Уведомления о начале и об окончании строительства подавать в этом случае не требуется. Отдельная тема – это вопросы, связанные с получением материнского капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на строительство и реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства, которые граждане осуществляют без привлечения организаций, то есть строя хос-хоспом. Первая часть материнского капитала, 50%, она выдается после получения уведомления о начале строительства, а для получения второй части необходимо в Пенсионный фонд Российской Федерации представить документ, который подтверждает проведение основных работ по строительству объекта, то есть монтаж фундамента, возведение стен и кровли. Либо если вы проводили какую-то реконструкцию, то, соответственно, тоже необходимо подтвердить, что в результате проведения таких работ общая площадь жилых помещений увеличилась не менее, чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Таким документом является акт о свидетельствовании проведения основных работ по строительству. Акт можно получить в Управлении градостроительной деятельности администрации Орехово-Зуйского городского округа. Заявление направляется в администрацию. Особо акцентируем на том, что на момент направления этого заявления, чтобы у застройщика на земельном участке должны быть обязательно возведены фундамент, стены, кровля. То есть окна, внутренняя отделка, лестницы – это не требуется. Самое главное – наличие основных вот этих несущих конструкций. Поэтому мы всегда рекомендуем застройщикам подходить, а это, как правило, у нас многодетные семьи, которые используют этот материнский капитал, ответственно подходить к строительству и реально оценивать свои финансовые возможности. Не надо сразу на большие объемы замахиваться, потому что рассчитывайте, что вторая очередь материнского капитала поступит только тогда, когда вы, скажем так, возведете основные конструкции. Это самые большие, может быть, затраты. Если есть какие-то замечания, обычно недочеты по поступившим заявлениям по услугам, то мы всегда отрабатываем с каждым заявителем персонально, посредством телефонного звонка, либо через электронную почту. Наши сотрудники всегда готовы оказать помощь, если застройщик находится в затруднительной ситуации, если он не знает, как правильно запомнить заявление, либо у него возникают какие-то еще дополнительные вопросы. Поэтому обращайтесь к нам по телефону 412-01-88, либо по нашей электронной почте. Поскольку в презентации было приведено много очень ссылок на различные информационные ресурсы, полезные для застройщиков, то, Геннадий Олегович, мы просим поручить разместить данную презентацию на официальном сайте администрации в разделе «Градостроительство». Спасибо. Спасибо за столь содержательный и полезный доклад. Александр Сергеевич, нужно не только на сайте, но и посмотреть на наших страничках в социальных сетях, тоже разместить эту информацию. Я думаю, что для многих людей она была бы достаточно полезна. Спасибо. Следующий вопрос. Мониторинг содержания территорий микрорайонов «Пролетарка» и «Новостройка» в городе Куровское. Елена Вячеславовна, пожалуйста. Город Куровское условно разделено на шесть микрорайонов, и на прошедшей неделе особое внимание было уделено содержанию таких микрорайонов, как «Пролетарка» и «Новостройка». Одной из главных улиц, проходящих по городу, является региональная дорога, на которой на прошлой неделе сотрудниками МОС «Автодора» было проведено восстановление осекления автобусного павильона в Слеско-Спасе-Преображенском министыре. Погодные условия позволяли, и была проведена очистка дороги и уборка грязи на оборотового камня. Около первой школы ранее были установлены ограждения, которые со временем пришли в негодность, и по разным причинам мы указали на это МОС «Автодора», они их демонтировали. Однако, учитывая, что рядом находится первая школа, общеобразовательное учреждение, МОС «Автодор» были установлены на муниципальных дорогах. Работы проводили в Левелевской Дорсу, начали проводить ямочный ремонт. Вот на улице Кирова был проведен ремонт вот такой большой картой. Также проводились работы по очистке дороги, по ее влажной уборке и содержанию. Случаи вандализма, к сожалению, не имеют место быть. Вот информационный щит около детской здравооплощадки МОС «Автодор» был, ну, так, видите ли мы, словно. Его комбинат облагоустройства был приведен в соответствие, установлен и наполнение продажей компании было приведено тоже в соответствие. В комбинат облагоустройстве проводились работы по кранированию и удалению на оборинах деревьев на двух дворовых территориях. Это «Пролетарка-6» и «Пролетарка-18-20». Эти дворовые территории, и они включены в план комплексного облагоустройства дворовых территорий на 20-й год. То есть мы потихонечку проведем работы по, ну, такие предварительные работы. Были совершены объезд, ну, проверка содержания дворовых территорий, 15 дворовых территорий. Истинных замечаний к управляющей компании не было, но вот все замечания, которые были выявлены, они были устранены на улице Кирова, дом 24, у города приданного территории. Ну, и внимание уделяем, конечно, улицам не только центральным, но вот таким, как Моссовый озел. Эта территория находится немножко в стороне, но, естественно, ее содержание должно быть нормативным, поэтому в комбинат облагоустройстве были проведены работы по уборке. Ну, и работа будет продолжена. Ну, спасибо. Слушайте, присаживайтесь. Значит, сейчас все больше и больше мы видим жалоб в связи с тем, что весна уверенно достаточно в свои права вступает, раньше времени пусть, на содержание территорий. Имеется в виду дорога, много вопросов. Мы сейчас к этому вопросу подойдем. к работам, значит, и комбинатов благоустройства, и управляющих компаниях во дворовых территориях. Вот, поэтому давайте договоримся так, что все мои рабочие поездки, которые мы сейчас делаем, мы будем обязательно, в общем-то, посещать, делать и обход по территории, да, смотреть, как работают все наши комбинаты, дорожники и управляющие компании. Вот, и обязательное также посещение подъездов по поводу дезинфекции, потому что это вопросов тоже много в социальных сетях у меня вызовы. Вот, поэтому сегодня я планирую во второй половине дня, значит, посетить Царинской, да, у нас, и там ДК, и потом, соответственно, прошу пригласить туда службы, которые работают по содержанию территории, наш комбинат, дорожники и, соответственно, управляющие компании. Вот, что касается жителей, понятно, что мы в связи с вот этой вот распространением инфекции большое количество людей не собираем. Вот, пригласить старших по домам, там, если где-то будут рядом, вот, но, естественно, давайте побережем людей, взрослых, вот, будем, в общем-то, соблюдать постановление губернатора, рекомендации, которые он озвучил, вот, и много людей собирают, но, тем не менее, если есть этот вопрос, то мы, значит, их должны будем решить. Так, следующий вопрос по содержанию, как раз, наших дорог, общественных территорий. Пожалуйста, Дмитрий Петрович. Добрый день. На минувшей неделе подрядными организациями в рамках исполнения муниципального контракта занимались работами текущего характера по содержанию уличной дорожной сети. На автомобильной дороге уже вышли вакуумно-подметательные автомобили. В этой связи, как бы, улучшившись качество уборки именно от грязи и песка. Также занимались на территориях подметание проезжей части автодорог с увлажнением, ручной очистки приладковой части автомобильной дорог от мусора и грязи, вывозу, соответственно, этой собранной грязи, ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия. Нарастающим итогом на сегодняшний день у нас отремонтировано уже более 1300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Очистки и ремонту колодцев ливневой канализации. В соответствии с вашими поручениями составили интерактивные карты по уже проведенным мероприятиям по содержанию дорожного хозяйства в городах и деревнях городского типа. Соответственно, согласно данным, данные интерактивные карты были направлены территориальным отделом на проверку данной информации и, соответственно, качество выполненных работ по Орехову, Зуеву. Подрядные организации минувшей недели отработали улицу Козлова, Ленина, 1905 года, Володарского, Карла Липнихта, Якова Флиера, Саву Морозова, Красина, Сухоборская и Парковская. Будем так считать, что из основных транспортных артерий городского округа мероприятия проведены на около 40% в улицнодорожной сети. Именно дорог третьей технической категории. Можно перейти сразу к слайду непосредственно, где у нас интерактивная карта по городу Орехову, Зуеву. Мы, соответственно, выделили основные мероприятия. Это, грубо говоря, у нас подметание, ручная уборка мусора, выполнение ямочного ремонта, ремонт ливневой канализации, установка дорожных знаков и, соответственно, гарридирование дорог переходный тип покрытия, где у нас был. Вот такая вот у нас на сегодняшний день карта по Орехову, Зуевскому городскому округу. По городу Орехову, Зуеву, мы сказали, что основные, так скажем, магистрали уже подлежали мероприятиям в рамках уже месячника по благоустройству. Можно следующий слайд, пожалуйста. На территории города Куровское мероприятия проведены по Новинскому шоссе, улица Вокзальная, улица Первомайская, улица Новая и улицы Кирова, как вот Елена Вячеславовна в предыдущем своем докладе доложила. Можно, пожалуйста, следующий слайд. По городам Дрезна и Ликинодулёва, Дрезна, соответственно, улица Революции, Юбилейная, Коммунистическая и Южная провели ручную уборку приладковой части от грязи. По городу Ликинодулёва выполняли подметание с увлажнением улиц Коммунистической, Текстильщиков, Степана Морозкина, Мостуропуть, Калинино и Большой микрорайон, Лязо, так там улица Первомай. На текущей неделе данные мероприятия будут продолжены. Касаемо содержания дворовых территорий и фиксации работ в мобильном приложении проверки Подмосковья, на минувшей неделе также мы в зелёной зоне и выше значения общеобластного рейтинга. Скажите, пожалуйста, Матпетрович, а когда по нашим контрактам, по содержанию территорий, по муниципальным, дорожники начнут мыть у нас вот эти ограждения, мосты, где у нас муниципальные наши ограждения, потому что они, конечно, сейчас уже выглядят так себе. Ну, вот, честно говоря, как бы алгоритм работы такой, то есть сначала основную грязь они подбирают вручную, потом, соответственно, уже вакуумно-подметальные машины чистовую проводят работу, и вот уже с завтрашнего дня переходит, я смотрю, температура уже в ночное время не будет заморозков, то есть, соответственно, можно без, так скажем, риска для образования наредельных дорогах в утреннее время, и в том числе, ну, не повредить технику, уже можно, в принципе, к влажной метил-перильных ограждения приступать. А с остановочными павильонами? С остановочными павильонами, соответственно, большая часть по непосредственному городу Орехово-Зуево уже заменены, и павильоны современные с остеклением, то есть, именно восстановление остекления и мытье хотелось бы провести все-таки чуть позже для того, чтобы по максимуму, так скажем, торжественное состояние сохранить в период проведения майских мероприятий. Ладно, мы объезд сделаем в ближайшее время, посмотрим, насколько мы можем еще терпеть, потому что часто очень нелицеприятная картина попадается на глаза в этой части. Хорошо, комбинаты благоустройства поднимать не буду, но я думаю, что и Екатерина Валерьевна, и вы, и сегодня у нас, да, Александр Иванович болеет, Александр Ильич болеет, Алена Олеговна тоже, пожалуйста, обратите на это внимание, вот, вопрос не только подбора мусора, внимательнее, смотрите, я в воскресенье, ну, это по городу проезжал, были и некоторые урны переполнены, и, соответственно, от ветра разлетевшийся мусор, вот, плюс снег уже сошел, да, и, соответственно, занимайтесь там, где у нас есть газоны, нужно, значит, организовать их, как-то все-таки в порядок привести, может, там, причесать, или чего, если это уже время пришло, то есть нужно уже, значит, пораньше этим заниматься, потому что это бросает все в глаза, не в лучшем свете. Плюс, тоже обратите внимание и тротуары, я понимаю, что когда велась там посыпка от гололеда, много достаточно было песка, трактор не везде мог взять, значит, нам же нужно и ручную уборку тоже организовывать и полномерно вести. Так, следующий вопрос по деятельности наших управляющих компаний. Мы сегодня ресурсников не приглашали, Игорь Владимирович, да, ограничили количество участников на совещании, чтобы не нарушить постановление губернатора. Вот, у нас там серьезных, вроде как, нарушений по ресурсникам не было. Вот, по управляющим компаниям пригласили. Вам есть что, как бы, здесь сказать? Из них выполнены 429, 94 в работе. Ну и в разрезе заявки поступали, допустим, по типу снабжения 214 заявок, по водоснабжению 112, по водоотведению 107, по электрическому уровню 103. Потому что серьезных нарушений не было, в принципе, все устранялось сроком. Хорошо, значит, для чего я пригласил сегодня в обязательном порядке сегодня управляющие компании, руководителей? Значит, коллеги, я надеюсь на то, что все вы внимательно, в общем-то, участвовали в отработке жалоб, замечаний, которые поступали ко мне в социальные сети, в Инстаграм, в частности, после того, как мы посетили на улице Володарского по жалобе жителей подъезд многоквартирного жилого дома. Я сейчас говорю про дезинфекцию. Проверяя работы по дезинфекции подъездов, мы выявили большое количество жалоб не только по дезинфекции, но и по порядку и качеству уборки. Где-то люди дезинформированы о том, в соответствии с вашими договорными, с людьми отношениями, какой порядок уборки, периодичность уборки, люди должны об этом быть информированы как-то напрямую, через РЭУ, я не знаю, в зависимости от объема жилого фонда, которым вы управляете. Но сейчас руку поднимите, я дам слово, кто там хотел выступить. Вот. Значит, ну и дезинфекция. Вот. Я знаю, что значит, и в тарифе нет того количества, которое сейчас необходимо проводить дезинфекцию и так далее. Но, уважаемые коллеги, сегодня речь идет о том, что у нас не только в нашей стране, да, но и во всем мире вопроса вообще угрозы сокращения рабочих мест, приостановки предприятия и так далее. Поэтому, коллеги, смотрите внутренние свои возможности для того, чтобы, в общем-то, дезинфекцию проводить. Вот. Если нет возможности перераспределения, не хватает на это ваших полномочий, значит, нужно вместе со старшими домами, потому что сегодня собрание очень уж точно нет смысла организовывать, в общем-то, согласовывать перенаправление каких-то средств, там, я не знаю, с одной статьи на другую, но эти мероприятия должны быть проведены. Сегодня вопрос, как и всегда, собственно, сохранения жизни и здоровья людей и нераспространения вот этого вируса, это приоритет, приоритет государственной политики, не говоря уже здесь о нашем местном уровне. Вот. Поэтому это приоритет нам будет не до ремонта, там, ни подъездов, не до покраски заборчиков, да, если, собственно, эта эпидемия будет дальше так широко шагать. Поэтому это приоритет, это ваша личная зона ответственности. Вот. Вы, надеюсь, понимаете, что если, значит, я еду проверять подъезды, то, значит, для вас это точно, вопрос не должен даже обсуждаться. Вот. А для меня остается вопросом, лично ли вы, скажем так, находите время для того, чтобы проверить работу ваших участков, ваших руководителей, ваших подразделений. Вот. Судя по количеству жалоб, которые были от людей, волнений, переживаний, нет. А если работа ведется, то, значит, нет должного информирования населения. Поэтому, пожалуйста, эту работу, отнеситесь к ней всерьез. И по сейчас обработке детских игровых площадок, я понимаю, что вопрос, с одной стороны, дискуссионный, я понимаю, что дети могут и, значит, знаете сами, да, из детства, когда в мороз проверяли, работает это правило или нет. Все, что угодно может произойти, но это, значит, указание Роспотребнадзора, это постановление правительства Московской области вести обработку. Поэтому те, кто несут ответственность за содержание площадок, то есть, эту работу проводить нужно. И очень важно в то время, когда у людей еще сохраняется паника, где-то она бывает нарастает волнами, значит, по поводу дезинфекции обязательно должен в публичном месте в подъездах висеть график с подписью, временем ответственных исполнителей людей. Я ничего нового сейчас вам не говорю. Это вопрос, насколько вы готовы ответственно исполнять то, что взяли на себя, когда, в общем-то, шли на эту работу. Вопросы есть на эту тему или другую руководители управляющих организаций? Светлана Волна, есть у вас вопрос? Вера Александровна, у вас? А у меня вот есть Вера Александровна. Да, когда вы присылаете отчет даже в мой инстаграм людям, а люди потом пишут, что это фиктивные фотографии, пишут о том, что уборка произведена и произведено ее не было. Я не знаю, почему так пишут, что у меня нет эффективных фотографий и в выполнении работ, если я сама лично присылаю и подписываю, я несу 100% ответственность. Хорошо. Коллеги, значит, тогда договариваемся, независимо от объема каждой вашей компании, каждой вашей компании, вот, что касается направлений в этой части сейчас, да, по дезинфекции подъездов, я понимаю, что вам тоже там не разорваться. Что касается дезинфекции, либо в МЦУР поступает, либо ко мне в почту, либо в ваши адреса, значит, не нужно это делать автоматически. То есть, лично убедитесь в том, что работа это выполнена. Понимаете? В этом подъезде могут пройти или там жить ваши же родственники, близкие, я не знаю, друзья и товарищи. То есть, вопрос серьезный, относиться к этому нужно серьезно. Я сейчас это говорю как бы всем, пожалуйста, присаживайтесь, я сейчас. Итак, если вопросов нету по управляющим компаниям, то следующий вопрос по оперативной обстановке в округе. Вадим Юрьевич, влияет ли как-то распространение инфекции на оперативную обстановку. Что у вас, пожалуйста? Добрый день. Вадим Юрьевич, по оперативной обстановке в округе. Вадим Юрьевич, по оперативной подразделениям шесть по плотаве и ожерелкам. И нарушение паспортного визового режима шесть протоколов. Доклад закончен. Спасибо, Вадим Юрьевич. Уважаемые коллеги, одна еще из важных тем это пал травы. К сожалению, мы сейчас тратим огромное количество времени, внимания, ресурсов и нет, скажем, даже ни у кого сомнений, что в том числе эта зараза коронавируса влияет и на состояние нашей экономики, как и других государств. Но мы зачастую не хотим понимать, не хотим принимать того, что многое зависит именно от нас, от наших действий, от наших поступков. Вот наша традиционная беда, особенно сейчас в засушливое время, когда зимой фактически снега не было, это пожары. Пожары природные, но, как известно, редко когда какое-то самовозгорание происходит. Мы уже сегодня наблюдаем огромное количество опала травы, которые пока, слава Богу, в беду ни в какую не превратились, но мы видим на примере республики Хакасии, когда люди теряют и кровь свою и так далее. К этому нужно относиться очень внимательно. Поэтому, Слава Анатольевич, пожалуйста, подложите, какая сейчас в этой части обстановка и меры, которые мы планируем предпринять в ближайшем году. на основании вашего поручения 17 марта было проведено неочередное заседание комиссии по чрезвычайной ситуации обеспечения пожарной безопасности в городском округе. Рассматривался один-единственный вопрос меры по предупреждению противопожарного противопожарного режима. Что он под собой подразумевает? Это ограничение доступа людей и автотранспорта, наиболее опасного пожаром отношения лесопарковой зоны и территории. В лесах и лесопарковых зонах до отмены особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры, пал травы, выжигать сухую траву, листья мусор, бросать непотушенные окорки и спички, пользоваться открытым огнем. Предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности владеющих, пользующихся территорией, прилегающих к лесу, запрещается проведение работ с открытым огнем в период особого противопожарного режима без согласования с оперативным штабом. Председателям уличных комитетов старостам сельских поселений необходимо произвести обходы территорий частных домовладелий с ценой ликвидации несанкционированных свалок мусора и определение мест, подлежащих окосу травы на прилегающих территориях. Согласно решению КЧС создан оперативный штаб по тушению лесо-торфейных пожаров, который начинает работать с завтрашнего дня в круглосуточном режиме четырехуровневая система мониторинга вводится по нашей территории, патрулирование, беспилотные летательные аппараты, плюс техника и организация Центра Лесхоза, 23-го отряда, Мосбопошпас, казачество, то есть ну и соответственно меры наказания от административных до уголовных в период нарушения вернее при нарушении особого противопожарного режима. Шон, Руслан Анатольевич, я вас попрошу очно либо дистанционно включить в работу штаба, который вы планируете провести, включить в работу штаба наши руководители территориальных отделов, почему я собственно и говорю, что может быть по следствам какой-то связи я хотел бы здесь включить в работу не только начальников управления, но и начальников терриотделов не просто чтобы каждый услышал, каждый задал свой вопрос, почему, потому что зачастую у нас очаги возникновения вот этих пожаров возникают в садовых некоммерческих товариществах, сейчас я думаю, что люди значительно раньше поедут и по причине погодных условий, плюс мэр Москвы вчера в своем выступлении настойчиво не раз рекомендовал покидать Москву и ехать на свежий воздух в дачные товарищества соответственно чем больше людей тем больше обычно вот этих возникают очков пожара вот соответственно нужно разработать традиционные меры в том числе это соответственно информация в виде листовок но в современное время я считаю что нужно и разработать какие-то дополнительные ролики какие-то слайды скажем так чтобы они привлекли внимание людей через социальные сети плюс Александр Сергеевич нужно отработать вместе с терротделами со старостами там где уже определились там где еще не определились есть лидеры общественного мнения и тоже как бы серьезно включиться в работу по созданию каких-то коммуникаций где людей тоже информировать об оперативной обстановке я сейчас про ИЖС уже говорю с СНТ все понятно там достаточно организовано там наша задача с СНТ с председателем просто держать связь отрабатывать и информировать информировать снабдить необходимым материалом и может быть даже ролики сделать достаточно жесткие я сторонник таких мер где показать не пожалуйста не жгите да а показать последствия последствия не из страшных американских фильмов а последствия там где что было в 2010 году рядом с нами да и практически у нас здесь на подружке и других регионах в прошлом позапрошлом году пожалуйста сухая трава спичка и ветер достаточно того чтобы целые населенные пункты выгорали вот поэтому здесь с Русланом Литиновичем нужно отработать и пожалуйста еще раз говорю о чем-нибудь отделах тоже можно в общем-то в эту работу включать на этом коллеги повестка нашего оперативного совещания исчерпана всем успешного трудового дня берегите себя и свое здоровье до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор сих пор восстанет до сих пор до сих пор уик безdown tales Продолжение следует...